Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 4. Днем 7-9 градусов тепла. Очарование скрипки в Черкесске впервые прошел концерт надовой из ярких и талантливых скрипачей, виртуозов страны Матвея Блюмина. Победитель более 20 международных конкурсов почти 2 часа дарил зрителям Республиканской филармонии музыку Паганини и его последователей. На концерте побывала шерифат Лепшокова. Посвящение Паганини. Так был назван этот концерт и не случайно. 17-летний виртуоз признается, композитор эпохи позднего барокко один из любимых. Поэтому играть его всегда в удовольствие. Матвей победитель множества конкурсов, среди которых «Синяя птица», «Щелкунчик», а также обладатель гран-при по сточине, лауреат международных конкурсов имени Когана и Ауэра. Выступая на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, он посещает и другие города страны, даря волшебные минуты любителям классической музыки. И вообще Паганини я играю часто и люблю тоже, потому что это всегда эффектно, это всегда рост для музыканта, это всегда приятно. Есть любимые произведения, которые сегодня будут звучать. И всегда приятно, когда в концерте есть любимые, есть те, которые... Нельзя сказать, что есть какие-то нелюбимые произведения, потому что все равно, если я их играю, то я их люблю. Нельзя играть и не любить. Уроженец Севастополя последние шесть лет учится в мастерской скрипичного искусства в Москве у педагогов Марии и Федора Белукиных. Его приезд состоялся в рамках турне с посещением 17 городов. Первый концерт прошел в Москве в сентябре. К радости всех любителей скрипичного искусства нашей республики, Черкесск также был включен в список этих городов. Концерт называется «Посвящение Паганини», поэтому тема будет про Паганини и вокруг Паганини. Дело в том, что его персона настолько, конечно, возвышается в истории скрипичного исполнительского искусства, что, конечно, очень много что есть сыграть и самого Паганини, и композиторов, на которых творчество и скрипичное, и композиторское произвело большое впечатление. На концерте звучала музыка Паганини, Виталия, Антонио Басыни, Чайковского. В этом году в республике это уже четвертое крупное событие в сфере классической музыки. Ранее у нас побывали два симфонических оркестра, прошел мастер-класс оперной певицы Любови Казарновской. И вот теперь еще один подарок сделал один из ярких скрипачей страны. Важно, чтобы такие мероприятия посещала и молодежь. Для этого мы активнее внедряем Пушкинскую карту. Но сегодня еще не все концерты могут по ней работать. Например, вот этот концерт, поскольку он организован частной компанией, а не государственным учреждением, он не попал под Пушкинскую карту, к сожалению. Мы сейчас ведем большую работу, чтобы все мероприятия, которые проходят в Карачаево-Черкесии, можно было посетить нашей молодежи по Пушкинской карте. Но даже то, что в абсолютно коммерческих, рыночных условиях к нам решили ехать артисты российского международного уровня, говорит о том, что Карачаево-Черкесия снова появилась на карте продюсеров, на карте людей, которые организовывают такие турне. Шельфат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия. Наша сегодняшняя гостья своими руками создает удивительную красоту. Художник Анна Буяновская придумывает и рисует, оформляет красивейшие авторские платки. Их в ее коллекции уже собралось немало. О том, планирует ли Анна свою персональную выставку, откуда у нее увлечение художественным творчеством, как она придумывает узоры и рисунки для своих платков. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии мастер ответит моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Анна! Доброе утро, Белла! Доброе утро, уважаемые телезрители! Я рада видеть вас у нас в гостях, потому что вы человек необыкновенно одаренный. Когда я увидела ваши работы, я поняла, что я обязательно хочу вас пригласить, познакомить наших зрителей с вашим творчеством. Издревле, как на Руси, так и на Кавказе, женщины вышивали платки. И это было нормальным явлением. Сейчас, конечно, это не так, но вы не вышиваете, вы рисуете, вы просто берете кусок ткани, красите его и еще делаете там различные узоры. Мне бы хотелось узнать, откуда это искусство к вам перешло, от кого? Изначально мой первый и главный педагог в профессии – это мой отец. Он преподавал живопись в нашем Карачаево-Черкесском педагогическом университете. Потом он преподавал живопись у нас в колледже искусств. И как бы в профессии – это мой главный педагог. То есть видение цвета, видение формы – это все мне перешло от него. То есть все-таки гены сыграли свою роль? Безусловно. Ну, вы художник, мастер-художник, вы учились этому профессионально, но почему-то вы сделали упор вот именно на вот батик. Значит, как я уже чуть раньше сказала, вы берете, насколько я понимаю, кусок ткани, шелк, как правило, да? Шелк. Вот это шелк, я вижу. Вы его красите, основной цвет, и наносите узор. Как вы придумываете? Каждый новый платок – это новый узор, мотив, рисунок узора. Откуда это идет к вам? Ну, у меня папа художник, мама преподаватель музыки, поэтому вот без музыки я себя тоже не мыслю. И, конечно, основной мой источник вдохновения, наверное, вот большинство моих изделий – это музыка. И это началось давно, еще в пору студенчества. Я слушала музыку и что-то рисовала. Это могли быть абстрактные какие-то композиции, еще что-то. Ну и позднее это вот вылилось, вот однажды я просто отчетливо поняла, что хочу, чтобы это искусство было… Именно в платках. Именно в платках, да. Вот чтобы соединить, еще раз, в очередной раз соединить изобразительное искусство и музыку. То есть вы включаете музыку, и у вас рождается в голове какой-то узор. Это так происходит? Ну, примерно так, да. Каждый новый платок, он не повторяется? Ну, я могу повторить орнамент, ну, какие-то вот формы, но это всегда будет что-то чуть-чуть по-другому, либо другой цвет. Двух одинаковых не делаю. А сколько всего у вас уже платков? Уже со счета сбилось. Вы, это авторская работа, вы свои платки дарите или выставляете, или весь ваш дом в этих красивых платках? Я и дарю, я и продаю, потому что, как бы, ну, монетизировать хобби – это тоже, в общем, неплохо. Вот. Ну, и просто это для меня такое, ну, кайф своего рода, удовольствие, медитация. Вообще, батик – это очень такое, вот, медитативное занятие. Угу. Ну, вот скажите, немножко о технологии. Какими красками вы это рисуете? Вот они не сотрутся при стирке, допустим? Нет, они не сотрутся. Вот как это происходит? Краски специальные. Это не простая акварель гуашь. Это специальные краски для шерсти и шелка. Вот. Ткань изначально чисто белая. Угу. Вот. Это все было белое, да? Это все было белое. Это все было белое, да. Вот. Эскиз, как правило, я делаю в натуральную величину. Угу. Ну, то есть, если у меня размер платка 115 на 115, то и эскиз примерно такой же величины. Угу. Переношу сперва рисунок. То есть, черновик? Ну, на бумаге. Угу. Эскиз. Он не цветной, он просто вот рисунок. переношу его на ткань. Угу. И потом уже полет фантазии. Когда начинаю, никогда не знаю, а как же будет в конце. Угу. Ну, что-то есть в голове, конечно, складывается какая-то картина. Угу. Ну, его чисто физически сложнее. Он больше. Самый большой у меня 140 на 140. Угу. Вот такая шаль. Можно целиком завернуться в неё. Как долго вы делаете один платочек? Это напрямую зависит от качества ткани и от сложности рисунка. Ну, и от вашего настроения, наверное? Ну, где-то от настроения, да. Да, ну вот, например, на шёлке, когда чисто шёлк, на нём быстрее работать. Если шерсть... А вы ещё и шерсть берёте за основу. Ну, вот шерсть с шёлком. Угу. Вот. Шерсть, она... По ней работать сложнее, по ней труднее краску наносить. Угу. Поэтому, соответственно, это дольше. Вот это такой насыщенный бордовый прям цвет вы покрасили вначале, ждали, когда высохнет, а потом нанесли узор. Правильно? Нет. Сперва рисунок наношу. Угу. Потом этот рисунок обводится резервом. Резерв – это вот состав наносится, который не даёт краске растекаться дальше, чем нужно. А вы в каких-то других художественных жанрах себя пробуете? Ну, живописью занималась. Вот. Несколько работ у меня есть по живописи. Но как-то вот потом я больше склонилась... Ну, это, наверное, что-то более женское, что ли, занятие. Угу. Батик. Помимо этого, вы преподаватель. Вы преподаете художественное искусство, изобразительное искусство и музыку. И музыку в школе. А своё вот это искусство вы передаёте подрастающему поколению? Есть дети, которые этим интересуются? Вы же наверняка приносите свои работы, показываете им? В общеобразовательной школе, к сожалению, очень мало часов уделяется... Но у вас кружки. ...этим предметам, уроки. Угу. Вот. На кружках... Ну, есть детки, но это должны быть очень увлечённые. Ну, я не скажу, что их много, к сожалению. Они, как правило, вот когда вырастают, и когда они уже отчётливо начинают понимать вот как бы прелесть этих умений, они тогда, бывает, вот встречают меня и говорят, вот мы, значит, глупые были, что мы вовремя у вас вот тогда... Этому не научились. ...чему-то не доучились, да. Вот вы там нам что-то пытались дать, а мы не хотели брать. Вот. Ну, как-то так. Анна, вы не хотите свою персональную выставку сделать? Возможно, да, я об этом думаю. Ну, мне остаётся пожелать вам творческого полёта, чтобы у вас состоялась ваша персональная выставка, успехов и спасибо, что были гости нашей программы. Благодарю вас, спасибо. Сегодня в рубрике «Заимир» мы расскажем вам о декоративном животном, а точнее, грузуне морской свинки. Несмотря на своё название, эта млекопитающая не имеет никакого отношения ни к обычным свиньям, ни к обитателям морей и океанов. И всё же, кто она такая и почему стала называться морской? Светлана Шаганова расскажет подробнее. Доброе утро, Лена! Доброе утро, уважаемые телезрители! Скажите, у вас дома есть собака или кошка? Нету? А вы не хотите себе морскую свинку? Сейчас я вас познакомлю с замечательной морской свинкой. Доброе утро, Оля! Доброе утро, Светлана! Так, ну расскажите нам об этой свинке. Может, её зовут свинка Пеппа? Ну, может, и зовут. Морская свинка, название у неё морское, но она с морем никак вообще не связана. Это грызун. Морское пошло название с тех пор, когда их по морю перевозили с Европы в Россию. Это очень милый грызун, который пользуется популярностью у детей. Она абсолютно безвредна, безобидна, не кусается. Издаёт интересные звуки, пищащие, хрипящие. Вот даже важно. Да, ну вот на первый взгляд такая безобидная, да. Но вы сказали, что это грызун. А вот дома, наверное, нужно только в клетке держать, да, не выпускать, а то всё она как бы перегрызёт, да, в доме. Вообще, содержание, да, в клетке, если в домашних условиях. Ну, выпускать из клеточки можно, но, естественно, под присмотром, чтобы, да, там не погрызла провода, там такое, ну, в принципе, содержание несложное у этого грызуна. Также кормление сухим кормом. Помимо сухого корма они очень любят свежую травку. Тоже можно высаживать огород специальный для морской свинки. Это можно делать в домашних условиях, в лоточке. Семена засели, и после выросла травка. И они с удовольствием будут хрумать. Также ещё сено, овощи, фрукты. Морковку им давать можно, в отличие от кроликов. В сыром виде давать капуста, морковка, груши, яблоки. В общем, все фрукты, овощи всё давать можно. Так, а вы гуливать её можно, или она всё время в клетке сидит? Гуливать на улице можно, да. Но, естественно, под присмотром. Или просто на руках носить? Можно на руках. Но дети в основном всегда носят на руках. Вырастают морские свинки размером до 30 сантиметров бывают. Продолжительность жизни у них от 5 до 7 лет. Это тоже зависит от условий содержания. Был такой случай, что морская свинка прожила до 15 лет. А какой возраст вот этой свинки? Этой свинке полтора месяца. Она сейчас маленькая. Маленькая? Да. А вот я обратила внимание, она вот в паре, да, в клеточке? Это её партнёр? В паре? Нет, они могут жить без партнёра. Прекрасно причём могут жить. Ну, я же говорю, зачастую берут дети у нас их, и дети просто не спускают с рук, поэтому внимания им достаточно. Она не кусается? Нет, морские свинки не кусаются. Даже несмотря на то, что это грызун. Вот на первый взгляд она такая добрая, такая тихая, да? Они всё время спят, наверное, больше? Нет, они очень активные. В основном, конечно, как и любой грызун к вечеру начинает свою активность. Ну, а так, днём, ну да, бывает, что спят. Бывают, играют. Ну, а им также нужно витамины какие-то давать, да? Витамины обязательно всем, в принципе, животным, всем грызунам, птицам обязательно давать витамины для полного рациона сбалансированного и для более продолжительной жизни. Свинка, ты так слушаешь внимательно, да, как про тебя рассказывают? А не хочешь ко мне на ладошку? Так, ой, я правда боюсь таких свинок. Посмотрите, какая забавная. А глазки-то какие, блестят-то как. Ну, наверное, она сейчас немного волнуется. Всё-таки в первый раз она сегодня вот на таком большом экране. Свинка, ну что, что ты пожелаешь нашим телезрителям? Ну, конечно, огромного счастья, удачного всем дня и прекрасного настроения. Сегодня Всемирный день тыквы. Наверное, практически у каждого в огороде живёт вот такая королева. В разгар осени этому ценному продукту посвящают грандиозные праздники. Проходят тыквенные фестивали, на них фермеры гордятся своими достижениями. Блюдо из тыквы издревле широко используют в кулинарии. Она очень полезна для организма. Примечательно то, что в этом продукте нет крахмала, вредных жиров, основную часть массы составляет полезная мякоть, насыщенная пищевыми волокнами и соком. В тыкве богатое содержание витаминов и прочих полезных веществ. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok